Имя Меджорни известно всем. Недавно в нейронке появился собственный редактор, который позволяет править детали уже сгенерированных изображений, причем в самом браузере, вплоть до удаления некоторых объектов с изображения. Звучит интересно, поэтому давайте посмотрим, как это работает. Буквально на прошлой неделе Меджорни заявил о том, что теперь веб-версия доступна для всех. Достаточно только зарегистрироваться с аккаунтом в Google или Discord. Правда, одновременно с этой новостью всем были доступны бесплатные генерации изображений. Я этот момент пропустил. Бесплатно вы можете только изучить веб-версию, посмотреть уже созданные изображения, изучить промпты, с помощью которых они были созданы, ну и скопировать эти промпты. Если же нажать на генерацию, то тут же получите предложение купить платную версию. Начинается подписка от 10 долларов в месяц. Здесь вы получите около 200 генераций и прочие прелести. Безлимит и быстрой генерации со следующей подписки. Чтобы посмотреть, как работает редактор, я взял базовую. Отличия ждут с главной страницы. Откроем ту же картинку. Здесь вы не только можете скопировать промпт, но и сразу же его использовать. Нажимаем, и он сразу появляется в поле генерации. Также доступно использование стиля картинки, да и самой картинки, как примера для создания своей. Теперь к настройкам. Перед созданием вы можете задать ряд параметров. Во-первых, выбрать размер и формат изображения. Их потом, кстати, можно менять в редакторе. Далее баланс между точностью соответствия промпту и творческим подходом Majorney. Постараюсь выбрать золотую середину. Параметр, который отвечает за нестандартность изображения. Чем выше значение, тем более необычными могут становиться результаты. И вариативность. Majorney создаст четыре изображения на один запрос. Насколько же они будут отличаться, отвечает этот параметр. Можно выбрать стандартный или RAW режим. RAW режим подходит для случаев, когда вам нужно минимальное влияние на изображение, чтобы результат был как можно ближе к исходной задумке. Также выбрать версию Majorney. И включить или выключить персонализацию. То есть, будет ли результат основан на том, что вам нравится и что вы уже создавали. И последнее, скорость генерации. Теперь создаем. Пробовал промпт на русском. С простыми заданиями справился легко, а вот очень подробные понял не до конца. Поэтому спасибо чату GPT. Даем задание на английском. Вот такие котики у нас получились. Все как и заказывал. Играет с мячиком и бабочками. Четыре изображения готовы. Можно открыть их и проскролить. Что доступно на этом этапе? Вам понравилась именно эта картинка из четырех? Можно взять ее за основу и сделать еще четыре таких же, но других. Улучшить качество выбранной картинки перед скачиванием. И самое интересное – редактор. Вот тут посмотрим подробнее. Первое – меняем размер картинки и ее формат. Можно посмотреть, как выглядит, и потом быстро отменить все изменения. Кроме того, доступно редактирование промпта, чтобы получить немного другое изображение. Но самое интересное. Допустим, вся картинка мне нравится, но вот бабочки какие-то не такие, да и мячик лишний. Погорячился. Выбираем «Удалить» и отмечаем те объекты, которым на нашем изображении не место. Все, бабочки были заменены. А на одном изображении вообще убраны вместе с мячиком. Улучшим качество и скачаем. В следующем разделе все ваши результаты генерации. Вот так вот, рассыпью. Все это можно упорядочить, отфильтровать и разложить по папкам. Создаем папку и перемещаем туда изображение. Работать можно не с одним файлом, а выбирать сразу несколько. Дальше либо скачать их все архивом, либо поместить в папку, например. Далее есть раздел «Чат», где вы можете вдохновляться, изучать промты других пользователей и сравнивать их с результатами, а также смотреть темы дня и новые генерации. Midjourney предлагает еще вот такую активность. Вы помогаете Midjourney, нейронка дает вам быстрые генерации. Для этого заходим в задание. Можно оценивать изображение других пользователей. И лучшие оценщики получат бонус. По крайней мере, так обещает Midjourney. Бонусы также доступны, если вы немного расскажете о себе и поделитесь вашими идеями. Что хотелось бы сказать в итоге. В веб-версии все очень удобно, а редактор позволяет допиливать генерации бесконечно, чтобы получить именно тот результат, который нужен вам. А да, и напоследок, темную и светлую тему тоже можно настроить. На этом все. Пожалуй, самое главное в современном мире – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий. Теплица социальных технологий.